Здесь прозвучали утверждения о том, что Азербайджан оккупировал суверенную территорию Армении. Это совершенно безосновательно. И что является удивительным, эти заявления делает страна, которая 30 лет держала под оккупацией 20% международно призванных территорий Азербайджана. Более того, в настоящее время 7 сел Казахского района и село Кярки Нахчеванской автономной республики все еще остаются под оккупацией Армении. Азербайджан никогда не имел намерения оккупировать территорию Армении. Ни один город и ни одно село не оккупировано. В ночь на 12-13 сентября 2022 года Армения предприняла, как я уже об этом говорила, очередную военную провокацию против Азербайджана. И в ответ на эту провокацию, которая угрожала территориальной целостности нашей страны, безопасности военнослужащих и гражданских лиц, вооруженными силами Азербайджана были предприняты ответные меры. Здесь также прозвучал вопрос о минных картах. Так я хочу вас уведомить, уважаемые коллеги, дорогие друзья, что эти карты минных полей с большим трудом были получены от Армении через посредников, через год фактически. И они оказались верными всего лишь на 25%. И Армения продолжает минирование территорий. На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана недавно были обнаружены более 1400 мин. Они были произведены в Армении в 2021 году. А минирование этих территорий в настоящее время, уже после окончания войны, является военным преступлением, грубо нарушающим нормы международного гуманитарного права и трехсторонних заявлений о прекращении боевых действий в регионе. Принимая во внимание все эти факты, я думаю, становится ясным, какая страна, Азербайджан или Армения, заинтересована в военных провокациях и подрывании мирного процесса. Здесь также прозвучали обвинения в адрес Азербайджана в военных преступлениях. Я заявляю с полной ответственностью, что вооруженные силы Азербайджана никогда не совершали военных преступлений. И что удивительно, опять-таки, эти заявления делает страна, которая является примером лицемерия. Это страна, которая десятилетиями проводила агрессивную политику и совершила многочисленные военные преступления против военных гражданских лиц, попиравшие основные права около миллиона человек. В отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам и утверждения, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями. Как сообщила Генеральная прокуратура Азербайджанской республики от 17 сентября и 2 октября 2022 года, в настоящее время проводятся детальные расследования в отношении виде изображений, анонимно распространяемых в интернете, которые в социальных сетях утверждаются как незаконные действия азербайджанской армии. Так у меня вот вопрос к армянской стороне. А занимается ли Генеральная прокуратура Армении теми видео, которые также были распространены в интернете? Господин Симонян почему-то их не упомянул. А эти кадры свидетельствуют об издевательствах, а точнее оглумлении над телами погибших азербайджанских солдат. Я не буду здесь рассказывать о том, что творили армянские военнослужащие, так как это без эмоций говорить невозможно, потому что это не укладывается в сознание цивилизованного человека. Так я хочу повторить свой вопрос. Занимается ли Генеральная прокуратура Армении этим? И вообще занималась ли Генеральная прокуратура Армении тем, чтобы привлечь к ответственности виновных многочисленных военных преступлениях и других противоправных действиях, совершенных против азербайджанских солдат и мирных жителей во время двух Карабахских войн? А также беспощадных ракетных обстрелов в ходе 44-дневной войны городов с плотным населением мирных жителей, таких как Гянджа, Барда, Тертер и других городов. Я понимаю, что вопрос риторический, потому что никто этим не занимался. Пропавшие без вести азербайджанцы, я хочу спросить, 3900 человек азербайджанцев считаются пропавшими без вести после Первой Карабахской войны. Что случилось с этими людьми? А это наши избиратели, которые нам задают эти вопросы. У нас сейчас находят в Азербайджане на оккупированных территориях места массовых захоронений. Вопрос о военнопленных. Политин Иван, мне нужна только лишь одна минутка. А вопрос о военнопленных здесь был поднят. Они не военнопленные. Это вы их называете военнопленными. Для нас это преступники, которые совершили тяжкие преступления. А что касается граждан Азербайджанской республики, я говорю об армянах, которые проживают в Карабахе, это наши граждане. И, как сказал наш президент, господин Илхам Алиев, армяне, проживающие в Карабахе, это граждане Азербайджана. И Азербайджан не намерен обсуждать с той или другой страной свои внутренние вопросы. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Они будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Они могут быть уверены в том, что их жизнь, интегрированная в азербайджанское общество, будет значительно лучше нынешней. А что касается утверждения якобы об уничтожении культурного наследия, принадлежащего армянам, пожалуйста, приезжайте в Азербайджан и посмотрите, что было сотворено с культурными памятниками, религиозными памятниками, когда в наших мечетях держался скот, свиньи. Посмотрите, сколько было разрушений. И, к сожалению, ЮНЕСКО не приезжает. На территории Карабаха 30 лет азербайджанцев не было. Я не знаю, кто их разрушил. Наверное, те, кто там закладывали мины. Это только лишь можно так понять. И я вас попрошу, господин Симоньян, у нас нет территории Нагорного Карабаха, у нас есть Карабахский регион. И ее Нагорная часть и Низменная часть являются частями этого региона. Вы верните наши 3900 человек, которые пропали. Женщины и детей, которых вы угнали после первой Карабаха сливания. Продолжение следует...